Конные скачки! Эксклюзивное развлечение для элиты! В Европе такое развлечение появилось благодаря крестоносцам, которые привезли в Англию арабских скакунов. И понеслось! Конечно же, не обошло такое развлечение стороной и Киев. Добрый день, друзья! С вами Леонид Гончар, это проект «Жизнь дома». И сегодня я расскажу вам историю Киевского ипподрома на Печерске. История столичного ипподрома стартует с 5 февраля 1867 года, когда император Александр II соизволил на учреждение Киевского общества испытания лошадей под председательством генерал-губернатора Александра Безака. Городская дума предоставила в аренду обществу для обустройства ипподрома 18 гектаров земли на Лукьяновке за абсолютно символическую стоимость. Всего лишь 33 рубля или 16 тысяч гривен в год. Согласитесь, что сумма, мягко говоря, символическая. Общество просуществовало 10 лет и потом закрылось. Киевское общество обожало лошадей и зрелища. Поэтому вопрос, где проводить состязания и проводить ли их вообще, стоял остро. Этим вопросом занялось созданное в 1885 году Киевское общество охотников конского бега. Нет, нет, не подумайте. На лошадей никто из членов общества не охотился, а слово охотники здесь скорее синоним к слову любители. Так вот, руководителями этого общества стали конезаводчик Аркадий Иванович Паншин и купец Евгений Иванович Кобец. В общество вошли меценаты и конезаводчики того времени. Бродский, Терещенко, Толли, Барон Врангель, Потоцкий, Корчак Новицкий, Паншин. Ах, на манеже все те же обладатели лучших домов Киева, не правда ли? Всего было 43 члена учредителя. В их числе 13 графов, 5 князей, 3 барона и 2 генерала. А президентом общества стал предводитель дворянства Киевской губернии Николай Васильевич Репнин. Он-то и получил официальное разрешение от начальника края генерал-губернатора Александра Дрентельна разместить ипподром на Печерском плацу и построить там по представленному проекту деревянные беседки. Так называли тогда трибуны для зрителей. Они, как отмечала газета «Киевлянин», были выполнены в русском стиле, то есть из дерева. Почему именно там? Ведь благородный и фешенебельный Печерск никак не ассоциируется с ипподромом. Но это только на первый взгляд. Улица Эспланадная, где его планировали разместить, была на тот момент застроена только с одной стороны, а вот всю другую сторону занимала большая открытая площадка Эспланады Печерской крепости. Да... Видимо, очень любили киевляне бега, потому что 25 августа 1885 года в еще необустроенном ипподроме состоялись первые скачки. А вот официальное открытие было значительно позже, 26 июня 1889 года, то есть через 4 года. Комплекс был компактным и зрелищным. Верстовая дорожка с виражами 1067 метров, примерно полтора круга, 8 треноотделений, 164 стационарных денника и 46 деревянных, летнего типа. В день открытия трибуны были переполнены самой изысканной киевской публикой. А вокруг трибуны открытые места представляли сплошное море модных шляпок, кружевных зонтиков и декольте. Дамы, словно на показе мод, щеголяли друг перед другом в выписанных из Парижа нарядах. Ах, а мужчины... Мужчины готовили деньги. Ведь в роскошных ложах восседали богатейшие люди Киева. Терещенко, Бродский, Ханенко. По торжественности это событие ничуть не уступало открытию королевских скачек во Скоте. Тогда же заработал и тотализатор. Куда ж без него. До этого богатые люди, которые держали лошадей, просто спорили между собой на исход заезда. Но это выглядело не интеллигентно. А вот делать ставки на тотализаторе могли и богатые, и бедные. Ставки начинались с 30 копеек и доходили до 10 рублей. Доход ипподрома во многом благодаря тотализатору составлял 300 тысяч рублей в год. Это примерно 5 миллионов долларов. При том, что на содержание уходило где-то 2 тысячи рублей или 35 тысяч долларов. Очень быстро Печерский ипподром стал главным шоу-парком города, заткнув за пояс даже Шато-де-Флёр. За свои 11 лет существования Киевское общество охотников конного бега успело сделать многое. Устроить первое в Киеве зимнее и весеннее бега и учредить первое в России рысистое дерби стоимостью 10 тысяч рублей. За эти деньги тогда можно было купить вполне даже приличную квартиру. Но с Печерским ипподромом связаны и многочисленные романтические истории. Одна из них — это удивительная любовь лейтенанта Петра Шмидта, которая приключилась с ним на ипподроме. В своё время это имя было известно многим. Лейтенант Шмидт был героем революции, возглавил Севастопольское восстание и захватил крейсер Очаков. А популярным оно стало благодаря роману Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». В июле 1904 года лейтенант Шмидт, тогда ещё не герой революции, ехал к своей сестре в Керчь, у которой были какие-то семейные проблемы. Ехал он проездом через Киев, остановившись, решил как-то занять свободное время и отправился на ипподром. И вот в толпе зрителей Шмидт увидел красивую женщину. Когда заезды окончились, он решился познакомиться с ней, но толпа, хлынувшая в тесный проход, разъединила их. Шмидт вернулся на вокзал, сел в поезд. И каково же было его удивление, когда за несколько минут до отхода рядом с ним села женщина, в которой он узнал ту красивую незнакомку с ипподрома. Ее звали Зинаидой Ивановной Рисберг. Они ехали вместе только полчаса, потому что она вышла на пригородной дачной станции. Но этого оказалось достаточно, чтобы Шмидт влюбился. С тех пор Шмидт чуть ли не ежедневно отправлял ей письма, а Зинаида ему отвечала. Это был настоящий роман в письмах. Правда, закончился этот роман весьма печально. И следующая их встреча состоялась уже после оглашения Шмидту смертного приговора в тюремной камере. Когда Шмидта вели на расстрел, Зинаида с трудом прорвалась сквозь цепь конвойных и пошла рядом с ним. Время не стояло на месте. И вскоре с трибуны подрома Киевское высшее общество наблюдало за первыми авиашоу. Да-да, вы не ослышались. Самолетам того времени не требовались ни километровые взлетные полосы, ни бетонное покрытие. А в 1910 году авиамания достигла своего пика. Первым пилотом Российской империи стал Сергей Уточкин. Боксер, пилот, пловец. Он совершал в различных городах публичные полеты, собиравшие сотни тысяч зрителей. С его выступлений началось увлечение авиацией Сергея Королева, Павла Сухого, Сергея Ильюшина и Николая Поликарпова. 16 апреля 1911 года. Как раз в день выступления Сергея Уточкина возле ипподрома установили несколько дополнительных билетных касс, а Киевское трамвайное общество увеличило число вагонов, идущих к ипподром. А в 1913 году ипподром на короткое время стал настоящей спортивной ареной. С 20 по 24 августа 1913 года в Киеве прошла первая всероссийская спортивная олимпиада. Город в эти дни просто жил спортом. Об олимпиаде писала вся киевская пресса. О ней говорили на улицах, в магазинах и домах. Именно в 1913 году в Киеве впервые в спортивной истории Российской империи выступили и женщины. И киевлянки тогда заняли все призовые места по фехтованию. А на Печерском ипподроме тогда вручали 18 специальных призов за выдающиеся заслуги на олимпиаде. Надо сказать, что к этому моменту деревянные трибуны пришли в некоторую негодность. И 15 ноября 1915 года по проекту архитектора Рыкова и скульптора Боловенского были заложены новые, каменные. И уже 30 мая 1916 года трибуны на 4200 зрителей, еще не вполне законченные, осветили. Это, похожее на сказочный дворец сооружения, скрытыми трибунами, рестораном и залами, закрепило за Печерским ипподромом славу одного из лучших мест для развлечений в Киеве. Главное здание двухэтажное. Из-за своего назначения было вытянуто вдоль улицы аж на целых 125 метров. Центральная часть главного фасада выделена полуротондой с модернизированными трехчетвертными ионическими колоннами. Второй этаж венчает аттик с аллегорическими фигурами юношей в форме римских легионеров, приложивших к губам фанфары. И девушек, которые держат в руках лавровые венки, чтобы вручить их победителям. Фанфары и лавровый венок здесь идут как символы триумфа и победы. Между колоннами находятся арочные окна и овальные люкарны в обрамлении пластичного ренессансного декора и фигур купидонов. На боковых фронтонах изображение взлетающих орлов символ подлинной смелости и преодоления. Ранее по бокам сооружения размещались широкие лестницы, которые вели на площадку верхней части трибуны. А вот трибуны были на железобетонных опорах с металлическим навесом. Казалось бы, было и прекрасное здание, подготовленные лошади, хороший доход. Что же могло помешать работе Печерского ипподрома? А помешала ему Первая мировая война и последующие за ней дроботические события, которые происходили с 1917 по 1919 года. В ходе этих событий здание Печерского ипподрома было подорвано. Конечно, немножко позже его восстановили, но все же некоторые элементы декора были утрачены навсегда. А уже в мае 1919 года при Печерском ипподроме осталось всего лишь 52 лошади и городские власти решили его ликвидировать. В стране победившего коммунизма как раз наступило время НЭПа, новой экономической политики. Издание пустующего ипподрома арендовали бывшие борцы с белогвардейцами Врангеля Владимир Альдерогги и Иван Паукка. Альдерогги привез с фронта двух великолепных скакунов. Именно поэтому он и решил арендовать пустующий киевский ипподром, создав для этого военно-скаковое общество, куда вошли многие бывшие офицеры и оставшиеся после революции конезаводчики. Командующий Киевским военным округом Михаил Фрунзе дал полную свободу действий, и вскоре они стали одними из крупнейших киевских НЭП-манов. Дочери Владимира Александровича вновь открыли на ипподроме тотализатор и проводили скачки, а коммунистический режим теперь им в этом не препятствовал. Но вскоре НЭП закрыли, и ипподром перешел в государство. Позже альдероги арестуют и расстреляют по делу Весна, а Пауке повезет чуть больше. Его арестуют лишь в 1941 году. 4 мая 1927 года Киевский окружной исполком принял решение возобновить работу ипподрома. Теперь он стал государственным, и в новом статусе он заработал с 1928 года. Но вскоре удачное местоположение ипподрома сыграло с ним злую шутку. В 1930-х годах столицу Украины перенесли из Харькова в Киев. А здесь решили построить правительственный квартал. Не застроили только потому, что совсем недалеко располагался завод Арсенал, и чиновники испугались копоти заводских труб и неудобной транспортной развязки. Поэтому ипподром решили не только оставить в покое, но и провести капитальный ремонт. Работу поручили первому автору и строителю этого проекта архитектору Рыкову. Возможно, вспомнили бы и о Боловенском, но он к тому моменту уже уехал из Киева. Рыков очень быстро взялся за дело. Он устроил беговое поле ипподрома с призовыми дорожками для дистанции на 1600 метров, построил просторные трибуны для зрителей, опросцовые конюшни на 300 лошадей, склады для фуража, подмостки для запряжки и седлания лошадей, каретную мастерскую, ветеринарную станцию и жилые дома для персонала ипподрома на 450 человек. Строительные работы начали в 1935-м, а завершить реконструкцию планировали в 1938-м, но в срок не уложились, и открытие обновленного ипподрома состоялось 12 августа 1939 года, как раз накануне Второй мировой войны. В годы борьбы с фашизмом ипподром использовали как учебное поле, но, к счастью, недолго. Ведь уже 9 сентября 1945 года он вновь открыл свой сезон. А в мае 1960 года было принято решение перенести киевский ипподром с Печерска в Голосеево. На месте старого ипподрома решили сделать детский спортивный парк Дворца Пионеров со стадионом на 8 тысяч мест. Но дворец Пионеров, конечно, построили, а вот до спортивного парка руки так и не дошли. Застроились жилыми высотками. А что, место хорошее, в центре, он как зелено. Не зря новые построенные дома киевляне сразу же прозвали Кабминовскими. В 1970-е и 80-е годы в этом здании расположилось Министерство сельскохозяйственного строительства УССР. Здание перестроили, и на месте роскошных крытых лож-трибун сделали кабинеты. А с 1989 года и по сей день здесь находится Национальная академия аграрных наук Украины. А с 2015 года одно крыло здания заняло крымско-татарское культурное пространство крымской Дим. В 2021 году одно из красивейших зданий столицы отпраздновало свой 105-й юбилей. За свою историю оно пережило многое. Очень часто переходило из рук в руки. И, конечно, сегодня сложно представить, что здесь когда-то еще будет ипподром. Но мы попытаемся хотя бы сохранить частичку памяти о нем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok